в этом видео покажу как форматировать внешний жесткий диск на mac os у меня это mac os ventura ios 13 внешний жесткий диск я подключил название у меня без названия стоит все файлы на внешнем жесткие диски будут удалены поэтому рекомендую их скопировать на рабочий стол либо на другой жесткий диск так файл мы скопировали переходим в дисковую утилиту открываем launchpad папка другие и дисковая утилита обязательно необходимо зайти вид и нажать показать все устройства то есть если я выберу только показать тома то в общем если жесткий диск разделен на несколько томов то придется форматировать то есть полностью форматировать не получится выформатировать только по одному тому поэтому рекомендуется выбрать вид и сказать все устройства и выбрать жесткий диск то есть полное его форматирование нажимаем стереть даем название и выбираем формат расскажу немного о форматах apfs это как раз то что мне и нужно благодаря этому формату можно запустить программу time machine то есть резервную копию операционной системой всех файлов apfs это файл то есть формат для продукции apple на например на windows он читаться по умолчанию не будет но если вы хотите подключить внешний жесткий диск windows то на windows необходимо установить стороннюю платную программу чтобы увидеть эти файлы на жестком диске apfs зашифрованный соответственно есть необходимо задать пароль и вся информация на жестком диске будет защищена mac os extended это старый формат насколько мне известно его я ни разу не использовал ms dos fat fat это fat32 формат форматирование которое идет по умолчанию на всех sd картах и флешках которые покупаете магазине единственное ограничение там это максимальный размер файла 4 гигабайта полеусовершенствованный формат fat64 это x fat это тот самый формат который оптимально подходит для жесткого диска если хотите использовать жесткий диск на на windows и mac os ну и соответственно там не будет ограничения в 4 гигабайта fat64 хороший формат идем дальше макры microsoft ntfs этот формат только для продукции microsoft windows то есть mac os его увидит но вы не сможете редактировать вы сможете просматривать файлами сможете их удалять редактировать добавлять также для mac есть сторонняя платная программа который можно подключить и mac будет видеть видеть и иметь возможность форматирование файлов на жестком диске а так этот формат рекомендуется при использовании на операционной системе windows я оставляю формат apfs без шифрования схема оставляю по умолчанию и нажимаю стереть все файлы жесткого диска будут удлинны еще раз проверяем внешний жесткий диск нажимаю стереть стирание завершено чтобы продолжить нажмите готова готова далее переходим программу тайм машин создаем для создания резервной копии также launchpad у меня это другие папка и нажимаю тайм машин так секунду не то перейдем системные настройки вот мне уже открыты основные тайм машин необходимо добавить внешний жесткий диск нажимаем настроить он также нам предлагает защитить резервную копию задать пароль и подсказку пароля можно задать то есть задать пароль либо отменить но это по желанию а также можно настроить ограничение на использование пространства как это работает программа тайм машин создает резервную копию до тех пор пока не закончится ограничение либо память на жестком диске как только память заканчивается старые файлы удаляются создаются новые таким образом у меня жесткий диск на 500 гигабайт macbook air у меня также на 500 гигабайт соответственно менее 500 гигабайт указывать мне но не вариант просто для этого нужны другой жесткий диск подключать я хотел бы использовать жесткий диск еще для того чтобы хранить файл на нем если бы у меня был один гигабайт терабайт например тогда я бы указал например 500 гигабайт для использования резервной копии ну да ладно нажму нет и нажимаем готово шифровать я не буду так как это тестовый вариант для видео только для примера показываю нажимаем готово идет подготовка написано следующая резервная копия будет создана через 50 секунд так давайте посмотрим параметры частота резервного копирования автоматически каждый час можно настроить автоматически каждый день каждую неделю либо вручную и резервный копирование при питании аккумулятором я это включать тоже не буду сейчас место дается резервная копия создание займет примерно около часа так готов один процент наконец у нас создалась резервная копия на жесткий диск появилась вот такая папка которая весит 405 гигабайт то есть копировались все все информации с мака сама операционная система и все файлы резервная копия будет создаваться автоматически и можно создавать вручную для этого в верхнем меню здесь есть такой значок создайте резервную копию сейчас либо посмотреть резервную копию нажимаем посмотреть здесь мы можем посмотреть историю каждой папки то есть какие были файлы или восстановить по необходимости какую-то дату слева у нас есть такая вот плашка до обозначение периода меня указан только сегодня так я буквально полчаса назад установил создала резервную копию здесь будут указаны месяца недели период за которые можно восстановить данные этой папки или все операционной системы ну все что хранится на компьютере достаточно перейти в какую-то папку например и по истории также посмотреть что было как изменялась эта папка какие файлы и папки появляли какие файлы здесь менялись добавлялись можно их также восстановить нажимаю отмена также у нас есть такая настройка открыть настройки тайм-машин если напрямую переходить той системы настройки основные тайм-машин здесь можно как удалить жесткий диск которые для резервного копирования или добавить еще один также можно настроить параметры частота резервное копирование автоматическое либо вручную резервное копирование от аккумулятора это я уже не рекомендую пусть лучше резервный копия создает от питания сети третьей части видео покажу как разделить жесткий диск внешний на разделы первый раздел у меня используется для резервной копии то есть для хранения файлов а второй раздел я буду использовать для подключения к телевизору подключение к проектору и соответственно будет формат другой то есть первый раздел у меня будет apfs а второй раздел ntfs то есть для подключения к windows и телевизору проектору переходим в раздел дисковая утилита также выбираем внешний жесткий диск файлы на нем не удаляются то есть об этом беспокоиться не надо файлы файлы удаляются в разделе только если вы его этот раздел удаляете удаляйте раздел или том тогда файлы в нем удаляются мы сейчас создаем поэтому выбираю жесткий диск нажимаем разбить на разделы как мы видим нас указано название имя диска формат и размер его текущий свободное пространство вот оно не закрашены давайте посмотрим инструкцию здесь указано если если вы используете apfs формат обычно не рекомендуется развивать диск на разделы вместо этого создайте несколько томов apfs в одном разделе я буду создавать раздел и он будет иметь другой формат формат форматирования поэтому я создаю раздел здесь также есть инструкция кому интересно можете почитать нажимая плюс добавить он нас спрашивает добавить том в контейнер apfs или разбить контейнер на несколько разделов я буду добавлять раздел нажимаем добавить раздел он нам по умолчанию выделил все свободное пространство это 66 гигабайт по необходимости можно уменьшить или увеличить оставлю по умолчанию 66 гигабайт то есть я их выделю добавлю название так убираю формат формат у меня будет microsoft ntfs и нажимаю применить предупреждение то что будет разбит на разделы следующий раздел будет добавлен 2 HDD и по умолчанию раздел который сейчас у нас есть он будет то есть размеров будет изменен нажимаем разбить на разделы как у нас указано операция завершена успешно нажимаем готово и мы тут видим то есть у нас два раздела красный и синий и как мы видим здесь у нас для файлов сейчас здесь находится резервная копия резервную копию я удалю потому что я не буду создавать здесь недостаточно памяти для всего хранения и второй раздел который у нас пустой здесь формат ntfs редактировать я не смогу и второй раздел с форматом ntfs если вы хотите чтобы например второй раздел вы использовали на маке и на телевизор там да на проекторе необходимо посмотреть в характеристиках телевизора проектора какие форматы поддерживает в идеале если он поддерживает EXFAT FAT64 это универсальный формат он чаще всего поддерживается и телевизором и проектором там и другим устройствами ну и windows соответственно то есть этот жесткий диск этот раздел можно будет использовать на всех устройствах но нужно проверить действительно этот формат они все поддерживают на этом у меня все спасибо за просмотр было полезно ставь лайк подписывайся на канал пока